И снова здравствуй, мой дорогой зритель! Для новенькой CS2 вышло обновление, которое весит больше 300 мегабайт. Разработчики заметают следы своих утечек, а тело CSGO продолжает дрейфовать в пучине забвения. Обо всем этом, включая последние новости, мы и собираемся обсудить в этом ролике, но перед этим спонсор. Не знаешь, где можно вывести свои скины? Скин с Манки, лучший обменник CSGO скинов, на котором можно получить бесплатно 5 долларов, используя мой промокод Malikura23. Ну а при пополнении можно получить еще и 35% бонус, и учитывая наличие способов, это будет нетрудно. Так что обязательно заходи, ссылочка в описании. Ну что же, за последнюю неделю после прошлого обновления в новенькой CS2 скопилось предостаточно багов, которые и фиксит данное обновление. И как нетрудно догадаться, все силы разработчиков сейчас брошены на устранение неполадок и различных багов в игре, совершенно при этом игнорируя старушку CSGO, обделяя ее вниманием. Оно в принципе и не удивительно, так как 14 июня закончилась своего рода поддержка данной игры. Так что с этого числа можно считать CSGO официально мертвой игрой. Конечно же не по количеству игроков, а по обновлению, которые фиксят игру. Но не стоит сильно списывать ее со счетов, потому что пока CS2 находится в бете, есть небольшая вероятность, что может выйти какое-нибудь косметическое обновление, наподобие оружейного кейса или капсул с наклейками. Но это еще раз повторюсь, очень и очень малая вероятность. Однако вернемся к текущему обновлению CS2. В основном, как и говорил выше, исправили различные баги. Начиная от многострадального меню закупки, где были проблемы с возвратом самой покупки, и заканчивая всплывающими подсказками, которые оставались после экрана загрузки и не убирались. Та же история и с панелью смерти, которая зависала на вашем экране. Ну а также еще пофиксили ошибку, из-за которой игрок мог иногда перемещаться слишком далеко вперед. Из-за чего, в принципе, и появлялись такие возможности, как залезть на высокую точку над картой или же вообще под карту. Больше всего в данном обновлении меня удивило улучшение наклеек. Хоть в официальном списке изменения и обобщается, что у всех наклеек улучшили вид, но на самом деле они затронули очень старые наклейки от мейджор турниров 2014 года. И я достаточно плохо разбираюсь в трейде, но по идее, если они стали выглядеть еще лучше, чем были, это может повлиять на цену. Так что, ребята, глядите в оба. Ну и, конечно же, изюминка данного выпуска. В текущем обновлении CS2 удалили карту, на которой присутствовала часть, возможно, будущего ремейка Миража, о которой публично впервые узнали из поста в Твиттере у создателя SteamDB. Если коротко, то на данной карте присутствовал кусок переделанной локации Миража, созданной в стилистике Half-Life Alyx. И тут, ребята, есть два варианта. Либо действительно это, возможно, приблизительный вид будущего Миража, и ее по этой причине удалили. Или же все же это черновик, от которого впоследствии отказались. Причем такое уже было. Но с CSGO разработчики и раньше заметали следы своих утечек, и они в итоге не выходили. К примеру, однажды в файлах игры была замечена моделька Riot, которая выглядела как тяжелая броня террористов, но сумка денег. И тогда ходило очень много теорий о, возможно, новом режиме ограбления банка. Но модельку впоследствии разработчики удалили, и больше в игре что-то подобное не появлялось. Так что, ребята, просто мотайте на ус. Разработчики очень часто что-то делают, и впоследствии это просто в итоге может и не выйти. Но, как говорится, время расставит все на свои места. Так что будем посмотреть. И на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok